здравствуйте друзья тут у нас на местности события всякие происходят я вам расскажу началось все с того что обрывают нам телефон со страшной силой и пешком приходят и с детьми и с мужьями и в общем эдакий поток как свое время мавзолей вот к вождю мирового пролетариата а сейчас такой поток к нам и мы тут пока все живы-здоровы но вот чувствуем себя как внутри мавзолея индейского можно сказать индийского значит что произошло новые какие-то фишки значит в иммиграционном законодательстве сейчас вступают в силу где-то это я боюсь соврать где-то в мае месте но вот только что объявили в общем в мае месяце могут подавать на разрешение на работу жены прогноз технареи специалистов иностранных которые в среди штатах находятся по рабочей визе h1b но там не просто так то есть там есть известные ограничения то есть далеко не каждая жена никакой космос далеко не каждого h1b специалиста жена может значит подать там есть свои фишки я сейчас в это даже углубляться не хочу но утверждают что где-то до 180 тысяч человек до 180 тысяч человек подпадают вот под эту программу эти сколько народу у нас тут по рабочим визам то и не факт что там 180 тысяч женщин обратиться за разрешение на работу может быть это будет всего 150 или даже 120 но в общем то довольно много и вот эти тонкости кто может кто не может когда чего это знаете как надо подразобраться там время потратить понять там или что-то а новость пролетела по индийским бодишопом и не только бодишопом по компаниям где ребята работают и вот значит такое ликование потому что на одну зарплату трудно чё же там говорить там вот и вот нам телефон и оборвали и ступеньки обтоптали то есть они уже решили что вот они сейчас там учиться пойдут не понимая что это время занимает и даже не понимая что это не каждому некоторые думают что если то вот я на эйчфортом так это мне тоже а вот оказывается нет оказывается вот только те 180 тысяч а ты пока подождешь значит тебе еще не к спеху в общем такая интересная вот особенность и я хочу сказать что в целом это положительно не высказать конечно ему положительно там у него студентов больше будет это не поэтому а это положительно в том смысле что нефига издеваться над людьми которые в стране работают знаете вот они там приехали работают и в них есть они не могут 2 2 зарплаты в семье получать мать и вот которые по месту рождения там green card лотерея до приезжают и у них вот на что всего у всех право на работу при том что две трети как известно по статистике вместо того чтобы воспользоваться этим правом отправляется на вилфер а вот эти которые могут работать хотят работать и в стране находятся и семьями и так далее это будущее американцы и вот они не могут поэтому это форменное безобразие что и хотя бы частично они это безобразие значит преодолевают так что вот такая новость я не могу сказать что я сейчас в данном случае дежурю по америке это так чисто маленькие такие иммиграционные хохмочки это не то что там какая-то большая иммиграционная тема которая всех интересует но просто вот такой небольшой прорывчик в условиях отсутствие такой полной комплексной иммиграционной реформы которая уже скоро два года как мы ждем и что-то ее не видать демократы не сподобились сейчас уже вроде республиканцы с большинством в обеих палатах и тоже не способны не сподобились в общем ждем ждем новых изменений в иммиграционном законодательстве счастливых